Святой Воскресенье Мы приветствуем сердечно вас в эти пасхальные дни с праздником Преподобные Хроссенья. Пусть Преподобные Хроссенья, как наша великая заступница, защитница, непрестанно, во все минуты жизни, будет вашим покровом заступница, хранительница и путеводительница. Спаси Господи, люди Твоя, на славе обидчивости, братцы, Христос Воскресенье! Болище 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 Воскресенье! Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» А я иду здесь остаться подольше. 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 Я иду здесь остаться подольше. Дорогие сестры! Я иду здесь остаться подольше. А я иду здесь остаться подольше. А я иду здесь остаться подольше. А я иду здесь остаться подольше. С праздником всех! Спасибо! Спасибо! Елена Ивановна. Продолжение следует... 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 которые тогда существовали отдельно, под его руководством Псков, Великий Новгород, Витебско-Смоленские земли могли сохранить тогда в борьбе с западным врагом свою веру, смогли сохранить свою самодостаточность. Ведь вспомним историю, находящиеся буквально далеко от нас на западе племена пруссов просто исчезли с лица земли, а мы сохранились, сохранились и стали государством. Сегодня непростые, непростые дни действительно в нашей стране. Есть люди, есть силы, как внутри нашей страны, как когда-то при Александре Невском, так и внешние силы, которые пытаются расколоть нашу страну. Но пытаются замедлить ее экономическое развитие. Но многовековой опыт, многовековая, действительно, вот эта сплоченность нашего народа, я абсолютно уверен, приведет только к единению народа. И здесь очень хотелось бы посмотреть прекрасную, очень мудрую, наверное, мысль здесь преподобного Иосифа, что чем больше дерево раскачивает крону, чем больше раскачивается древо, тем больше крепчают его корни. И, наверное, мне кажется, можно говорить об этом сегодня здесь, потому что чем больше нас пытаются расколоть, тем крепче наша вера, тем крепче наша вера в будущее, будущее нашего государства. Позвольте сегодня от лица Исполнительного комитета Совета депутатов всех еще раз поздравить с этим замечательным, святым для всех нас праздником. Еще раз вспомнить преподобную, которая своим примером жизненным, которая своим примером небесного служения, действительно является для всех нас примером беззаветного служения своей Родины. И тут я, наверное, уже должен обратиться, наверное, ко всем здесь присутствующим и вспомнить, наверное, опять же, здесь очень уместно было слова святителя Филарета. Филарета, худой гражданин своей страны Отечества наземного, не достоин Отечества небесного. Всех с праздником! И, несомненно, именно в этот день нам надлежит обращаться к преподобной Ефросине Полоцкой, именно прося то, о чем мы сейчас говорим, то, к чему стремятся сердца пожелания многих наших соотечественников. Преподобная Ефросиня, как мы знаем из ее жития, она из детства отличалась своей особой мудростью и целеустремленностью. Благодаря этому она находила решения, которые порой казались такими не совсем подходящими, даже не полезными, потому что люди смотрели на происходящее событие, на поступки преподобной с точки зрения мирского разума, практического. Так как и сейчас современный человек часто измеряет происходящее событие. А что это мне даст? Какая будет мне польза в этой временной жизни? Преподобная Ефросиня иначе смотрела на все происходящее. Духовное видение было у нее мудрость, она понимала суть происходящих событий и поэтому принимала решения, которые несли прежде всего духовную пользу ее близким, с кем она общалась. Причем часто бывали такие ситуации, когда ее близкие родственники, облеченные достаточно высокой властью, они сталкивались с каким-то решением преподобной, не могли его вместить, потому что по расчетам мирского человека, не погруженного в духовное рассуждение, казалось невозможно, неправильно, нехорошо, как-то горько тот или иной поступок, которому подводила преподобная. Но потом, сознавая ту духовную силу, видение, которое имела преподобная, они уступали ей. И убеждались в том, что от этого происходило только благо, только на пользу преподобная принимала решения. Преподобная много принимала усилия для того, чтобы князья в мире были. И вполне естественно для нас обращаться сейчас к ней, чтобы мир был в нашем обществе, чтобы мир был в семьях, чтобы каждый человек внутри себя имел мир и рассуждал, как ему поступить правильно, не с точки зрения практицизма, а с точки зрения спасительности и полезности для своей души. Преподобная Ефросинья, она именуется просветительницей нашей Белорусской земли. Но ее просветительская деятельность заключалась не столько в том, что она научала детей грамоте, а в том, что она научала всех от мала до велика, как жить по-евангельски правильно. Причем свое научение она запечатлевала и в прекрасных элементах церковного искусства. И храм, у которого мы сейчас совершаем свое общение и молебен, он также прекрасно расписан, потрясающие фрески, которые говорят о многом современному человеку. Известно, что преподобная сама руководила росписью храма, сама руководила и составила план создания креста. И в этом выразилась ее тщательность к духовной жизни, и вместе с тем забота о не только своих современниках, но о последующих поколениях. В нынешнее время современные люди, многие не знают, что такое жития святых, где их найти, прочитать, и тем паче, как поступать в соответствии с этим. На фресках, изображенных в этом древнем храме, есть эпизоды жития святых, эпизоды из истории церкви, которые говорят нам через краски, но говорят и наставляют, и в то время наставляли людей, не имевших образования, не умевших читать. В наше время современные люди много читают и пишут неполезного, вредного. И нам сообща надо постараться и людям церкви, и людям государственным, чтобы вернуть внимание нашего народа к духовной сфере, ко всей полноте ее. Тогда многие вопросы наши разрешатся, и мы будем в совершенно другом внутреннем устроении нашего общества совершать дальнейшую нашу жизнь. И вспоминая сегодня преподобную Ефросиню, ее, говоря современным языком, возможности помогать нам, будем молиться и в этот день, и в другие дни, призывая на помощь ее и других наших белорусских святых, в том, чтобы все у нас было ко благу, ко спасению и к славе Божией. Преподобная Матерь нашей Ефросиня, помогай нам, все святые земли белорусские, молите Бога о нас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!